Сан-Мариин Сан-Мариин Ну, как говорится, везде ищите шер-шерафам, ищите женщину И вот однажды он был обвинен сумасшедшей женщинам в том, что он ее муж, и он ее бросил Ну, тогда, видимо, Марина очень расстроился, ушел, стал отшельником и начал жить у горы Монто-Титана Ну, и образовал государство Сан-Мариин Вот такая вот история, понимаешь Ну, это, конечно, шутка, но, в общем, действительно, каменотес Мартин с друзьями нашел убежище на Апенинах на вершине горы Монто-Титана Открыл в горе Каменоломни, а затем, ища уединение, построил себе маленькую келью на ее вершине и удалился от мира Слава его святой жизни привлекала к нему толпы богомольцев И скоро около его кельи образовался небольшой монастырь Этот монастырь, названный по имени своего основателя, святого Марина, несомненно, существовал уже в конце 16 века И жил самостоятельной жизнью, независимо в политическом отношении от кого Естественно, и не от соседей Формально Сан-Марина считается независимым государством с 3 сентября 301 года День его памяти до 3 сентября, этот день считается днем основания Сан-Марина и отмечается в нем как национальный праздник Ну, уперед Сан-Марина, население порядка 33-34 тысяч человек Данное на 16-17 год Столица, столица Сан-Марина Вот, язык итальянский Официальное название Республика Сан-Марина Площадь составляет всего лишь 61 квадратный километр Располагается на юго-западном склоне трехглавого горного массива Монте Титана 738 метров над уровнем моря, возвышающегося над холмистой равниной предгорье Пенин Скальные массивы, конечно, занимают порядка 80% территории страны На пахтные земли приходят 16% Ну, под ножде Монте Титана находится несколько замков и деревень Ну, в общем-то, государство небольшое А если говорить о протяженности дорог государства, то всего 220 километров В годы Первой мировой войны Республика Сан-Марина стала союзницей Антанта А во время Второй мировой войны Республика сохраняла нейтралитет Хотя, в общем-то, сотрудничала с фашистами итальянскими В 1944 году, в июне, британская авиация нанесла бомбовые удары по территории этого государства Основываясь на ошибочных данных разведки, что Сан-Марина взят немецкими войсками И используются ими в качестве базы снабжения Но это было не так, но, тем не менее, бомбежка произошла И при этом Великобритания официальную войну Республики, в общем-то, не объявляла Просто бомбили и бомбили Некоторые такие интересные данные В 1951 году правительство Сан-Мари приняло решение открыть казино Построить мощную телерадиостанцию Но надо отметить, что она действительно в окружении Италии находится Италия выразила протест И в 1953 году между Италией и Сан-Марино был подписан договор Который запрещал Сан-Марино на своей территории создавать игорное заведение А тем более телерадиостанции Только в 1987 году Италия разрешила создать собственный телецентр И даже выделила на строительство и обслуживающий персонал кредит В 1991 году заключено соглашение между Сан-Марино, Италией и Евросоюзом Которое обязывало Сан-Марино выполнять предписание комиссии ЕС То есть оно стало зависимой от Евросоюза Интересно, в 2000 году Сан-Марино было принято Новый закон о гражданстве, который запретил передачу гражданства по женской линии Так вот, в 2009 году уравняло в трудовых правах граждан Сан-Марино и граждан Италии Становило совместную эксплуатацию двумя странами аэропорта Реминии Кстати, в Реминии очень неплохой курорт А в 2011 году ПАССЕ заблокировало мандат сан-мариинской делегации Из-за того, что в нем не было женщин Точнее, было мало женщин И тогда в Сан-Марино был принят закон, предусматривающий, что не менее трети каждого партийного списка должно отводиться женщинам Вот видите, как серьезно это все Средняя продолжительность жизни 81 год Рост населения в 2003 году составил 1,4% 16% населения это лица моложе 15 лет 67% от 15 до 64 лет Вот так, уже интересно Официальный язык итальянский И 93% населения принадлежит Крымской катаголической церкви Ну, вообще-то, очень жесткие правила получения гражданства Республики Сан-Марино Вот я читаю, в Педе здесь, конечно, очень много пунктов Когда, значит, можно получить гражданство Ну, я не буду перечислять Ну, в общем, поверьте, что это очень сложно 30 населенных пунктов Сан-Марино государства Самое крупное это Сервальне 10 тысяч жителей Ну, а число остальных жителей не превышает тысяч человек В самом городе Сан-Марино порядка 5 тысяч человек Республиканская форма правления Главами государства являются два капитана-регента Назначаемые Большим Генеральным Советом Эти люди, генерал, точнее, капитаны-регенты Избираются на срок 6 месяцев Они выполняют функции главы государства И осуществляют исполнительную власть Большой Генеральный Совет является парламентом республики Состоит из 60 депутатов Порядка 6 политических партий Сан-Марино Кстати, Сан-Марино разрешено печатать некоторое количество монет Евро в собственной национальной символе Ежегодно более 3 миллиона туристов посещают страну Вот, собственно говоря, и все Я просто вам хотел показать фотографии и видео Которые я сделал в государстве республики Сан-Марино Здесь красивые очень виды Действительно, просто очень красивые Вот, собственно говоря, и все Кто досмотрит, тот досмотрит Кто не досмотрит, тот не досмотрит Рекомендую Вдруг будет возможность побывать в таком государстве Небольшом под названием Сан-Марино Все, всем пока, всем привет, до свидания Ну вот, все, что я увидел в Википедии Все вам зачитал, все рассказал Здесь действительно обалденные виды На горы просто потрясающие пейзажи Да и городок сам неплохой Поэтому просто хотел вам показать Сам город Саму эту республику Сан-Марино Вот и все, всем пока, еще раз Пока-пока, до свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok